Дорогие друзья, всем добрый вечер! Меня зовут Раиля, автор канала Хижина Музыканта. Извиняюсь сразу за то, что сегодня у меня видео не музыкального плана, а новостное видео. Зачем я его записываю? Наверное, потому что впервые в своей жизни я получил страйк на своем канале Хижина Музыканта. До этого у меня было все чисто. Абсолютно никаких нарушений, все было зашибись. Но теперь смотрите, впервые на канале у меня страйк. Вот, захожу к себе в профиль и вижу, что репутация канала скатилась на одну ступень в разделе соблюдения авторских прав. По какой причине? Страйк пришел на видео 10 новогодних детских песен под гитару. Это видео я записывал, как помнится, еще в январе 2018 года, то есть уже больше года прошло. Я еще в армии потом был. Причина нарушения авторских прав. По запросу Аркадия Харалова. Кто такой Аркадий Харалов? Я решил посмотреть в интернете. И смотрите, что я узнал. Аркадий Харалов российский певец, советский российский композитор, поэт, автор многих популярных песен. И новогодние игрушки как раз-таки находятся в топе его треков. Ну, я так понимаю, это его песня. И зачем-то этот человек просто зашел и решил удалить мое видео. Из-за того, что в этом топе среди 10 песен есть его одна песня. Которая длится не больше минуты. Это не может быть нарушением авторских прав, так как это добросовестное использование материала. Да, частенько мне блокируют монетизацию видео из-за того, что я слишком похоже спел трек. Вот, допустим, последнее видео у меня было «Хлопья летят наверх» Федука. Мне его заблочили в плане заработка, ну, то есть монетизации. Но я подал встречную апелляцию и впервые в своей жизни, так сказать, получил одобрение. И этим успехом я радовался. И, как видите, сегодня я получаю печальную новость. Больно рано я радовался. Ютуб становится жестче. И человеку, который пишет каверы в интернете, делает это с душой, обучает игре на гитаре на основе популярных песен. А это наиболее действенный способ научиться играть на гитаре. Не жилец, так сказать. Особенно, если петь иностранные песни. Вот я сейчас не пою иностранные песни, потому что все каверы на иностранную песню на моем канале заблочены. А раз монетизация на этих видосах не включена, а эти видео еще и не попадают. Ну, плохо ранжируется. Те видосы, на которых есть монетизация, они лучше кидаются в предложку, в похожие видео и так далее. После нарушений YouTube мне предложил два действия, точнее три. Первое, это просто заигнорить. И если я не получаю еще страйков в течение трех месяцев, они снимают мой этот страйк, и канал снова становится нормальным. Второе, это отправить встречное уведомление, что я уже сделал. Я объяснил, что это кавер-версию на песню, «Новогодние игрушки». Этот трек не звучит в оригинале, то есть я не использовал оригинальную дорожку этой песни. Я спел ее, я спел кусочек песни и включил в этот топ. Здесь 10 новогодних песен. Для артистов очень важно, чтобы делали кавер на их песню, ведь делая кавер, эта песня распространяется по всей сети. «Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем, а веселые зверюшки мой перевернули дом». Снова заблочит это мое видео. Если здесь, сейчас покажу. Давайте проверим, сколько секунд это видео шло. Все, эта песня закончилась, и «Три белых коня» песня пошла. То есть видео длилось 30 секунд, мать вашу! 30 секунд! Как можно за 30 секунд живого исполнения заблочить целое видео? «Елочка, елка, весной аромат, очень ей нужен красивый наряд, пусть эта елочка в праздничный час, каждая иголочка радует нас, радует нас!» В общем, друзья, все на этом. Сейчас Харалову Аркадию попробую написать письмо, чтобы он отозвал свою жалобу. И какие результаты будут в будущем, я напишу вам. Поддержите меня, ребята, я для вас стараюсь, все показываю, снимаю. И вот такие вот казусы, они очень-очень неприятные. И канал, кстати, потерять очень просто. Три страйка и все. А кавермейкерам получить три страйка, видимо, тоже просто. Ну, еще проще тем, кто просто чужой контент ворует. Мы-то не воруем, мы исполняем, мы аранжируем трек. Это совсем другое исполнение песни. Ее можно даже не узнать, кстати, если сделать по-своему. Совет кавермейкерам, исполняйте песни в другой тональности, в другом темпе. Возможно, меняйте слова. И будет все нормально. Удачи, всем пока.